привет друзья привет я надеюсь сейчас все присоединятся вот очень рада снова в четверг с вами встретиться вот так пишите слышно ли меня как картинка о света привет 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 ой так приятно столько же вас привет здравствуйте hi hello привет да слышно видно отлично супер мы сегодня с вами давайте я расскажу вам программу небольшую а вот сейчас 12.00 мы с вами порисуем вот и разберем контур свет вот этот пейзаж и в 18.00 расскажу вам про свои планы ближайшие поговорим про пленеры можете задать любые вопросы про пленеры на следующий год как это проходит как ну вообще все организационные моменты все 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 вот спасибо большое я тоже скучала очень по эфирам как раз вам вот вечером расскажу как у нас это будет происходить какие форматы все сейчас мы не будем очень много говорить прямо про сам эфир будем рисовать вот сразу отвечаю на вопрос такой главный наверное закрывают значит будут часть до часть все равно вот столько да закрывается комментариями на комментарии я буду отвечать отключать их не буду но если вы хотите потом посмотреть без комментариев то на моем youtube канале кустова анастасия появится это видео уже сегодня вечером hello i will speak in english too if you want if you if you have any questions we can write me in english and i will answer but mostly i will speak in russian of course so i will save this live stream and you can find it on my youtube channel анастасия кустова this evening too and thank you for your attention i understand i i try to explain some focus some interesting point of this video so what поэтому мы с вами сейчас для начала разберем но то есть я говорю о том что вы можете сейчас задавать вопросы если у вас нет возможности рисовать то вы можете потом уже порисовать отдельно он будет свободном доступе все время вот немножко у меня простывший голос не обращает внимание такая зима у нас у меня формат пол листа this is a format of half and what you call our list it's about thirty eight and fifty six centimeters so it's more bigger than ordinary вот я видите сегодня такую конструкцию подгородила для того чтобы рисовать на большом листе вот как-то холшите лист но нот лист sorry я для того чтобы все таки вот на большом формате вам показать поэтому к сожалению кроме листа не будет видно но я буду показывать палитру вот так я буду замешивать вот вот чтобы вам было понятно как потому что я еще параллельно читаю комментарии рисую стоя как я ждала новых эфира все прежде законспектировала и прорисовала спасибо огромное настя привет привет волгограду так вообще что такое контур свет да это свет да он на английском называется как бы клайд это то что у нас с той стороны вот мы идем и нам светит в глаза солнце на самом деле это очень очень красивые пейзажи но не знаю вот это вот впечатление света для меня она такое очень главное в работах и во всех моих работах вы можете найти вот этот свет и контур свет в том числе но когда мы видим вот такую вот картинку но получается и вы мы вроде как и не знаем как в общем рисовать рисовать именно вот такой сюжет потому что ну получается только свет и все темное но не интересно как-то да и все черное темное потому что засвечивается причем если вот на распечатке еще вот так совсем черное на фотографии еще можно тут какие-то цвета различить ну на планшете и то это зависит да от того на на чем на чем вы смотрите а лена привет да спасибо снова эфир все соскучились а лена difficulty呀 а так блог세요 а лена привет ко мне поч to touch ka lineиком 살�opian куриинске оставлю и минут через не открывается справа и узнаем на у нас 192 а вспоминаем бедía рис vasин аргентиняй резина а Теперь мы поговорим о контур-лайт. Конечно, это очень интересный элемент для паники. Я люблю эту лайт, когда вы идете на работу, и вы можете увидеть свет, солнечный свет. Но каждый раз у вас есть проблемы с каком-то паники, потому что много машин и какие-то элементы, вы можете видеть это только в дактон. Так что мы будем играть с этим. Я покажу вам несколько моих работ. На самом деле, работы с контур-светом просто улетают обычно и продаются сразу. Эта работа еще больше. Но тут тоже, вот здесь как раз игра с тенями, и вообще этот лист очень тонкий, 185, он был такой испорченный. Я решила большую работу на нем написать, очень такую легкую. Да, я буду повторять еще, эфир будет сохранен. В самом начале можно будет... Вот такого плана, да. Эту работу я писала на Пленере с группой в Сочи. Конечно, закатного солнца еще не было. Но когда хочется написать закат, ты прогнозируешь по компасу. Я смотрела, где же будет солнце. И вот здесь вот у нас как раз такая фокусная точка света, машина и темный объект. Да, всем привет! Итак, будем играть со светом. Причем, если внимательно посмотреть на мои работы, то даже в отсутствии вот такого света все равно почти везде контур-свет. То есть вот свет оттуда здесь темный. Понятно, что он оттуда, где-то с той стороны. Так что практически все они, даже если мы не видим, прям не бьет нам в глаза. Сейчас немножко поговорим про композицию. Ну вот как-то никак нам без нее. Потому что придется кое-что здесь поменять. Мы сейчас видим... Вот наш... Я стараюсь выбирать... Ну, по композиции давайте сразу. Вы прекрасно знаете вот этот вот вариант золотого сечения и фокусных точек. Когда мы делим на три части вертикально и горизонтально. Я использую... Те, кто давно со мной, знают, что я использую треугольник, как правило. Это точки, которые располагаются... На такие вот фокусные интересные точки располагаются около этих... Ну вот, около третей, да. Что может быть как раз таким вот главным героем? Конечно, это вот большой темный объект и тени. Большой темный объект тени. Вот как раз тот самый контраст, контрастный свет. Свет. Ну и там, в данном случае, я разбираю, что у нас в данном случае машины, люди. Когда у нас объекты располагаются друг под другом, они у нас теряются. Ну, то есть в данном случае вы прекрасно можете увидеть, что машина, хотя могла бы быть нашим объектом, она находится почти под светом и находится связана с тенью, да. Что у нас получается? У нас получается, что все они вот так вот съедаются в один. Что нам нужно сделать? Нам нужно не перерисовывать то, что мы видим, а подумать над нашей композицией, потому что именно композиция помогает зрителю остановиться на вашей работе, не пройти мимо, а вот именно рассматривать ее. И здесь я решаю, что у меня, ага, вот здесь вот будет свет, он будет где-то вот тут. Тень я чуть-чуть наклоняю, ну, как будто я вот так перемещаю сюда, то есть вот у меня вторая точка. И машину я переставляю, ну, вот куда-то вот сюда, ну, можно вот так. И у меня получается вот такой вот треугольник, который позволяет рассматривать работу, зациклить на визуальном восприятии вот этих вот главных объектов. Все, что не является главными объектами, будет условно опущено мной, то есть я буду это упрощать, поэтому это очень важно сначала разобраться. Друзья, ну, в хороший, по особый день. She looks where the sunlight is coming from on each painting, or obviously those zeros are light around light source in the corner. Yeah. Thank you. Thank you for translation. Yeah. I speak about, and now I explained some points. First, we need to decide some interesting moment about composition. Where will be our main heroes? For example, it can be a big, dark object. It can be contour light, backlight, light with contrast. It can be cars or people, or maybe I decided to put people here. Who knows? So, when I solve what will be my main heroes, I try to put it on my picture, not on one line. Because if you can see one object under another one and under another one, you look at this composition like it's one object. Not the three, yes, only one, because the position of all object is on the one line. So, I try to put it, one here. Car, I will move here. And the main, I like this place. I put it more on the right. Light will be on the left, on the right. So, it can be like a triangle. So, viewer, like you, can see on my picture and look at these three objects. And want to see it more than one minute, for example. If you have any questions, please write me. So, I try to explain some. And, friends, if you have any questions, please ask them, please ask them on the way. We have, of course, more of a drawing. This is not a difficult topic. But why I chose it? Because in the last video, on my channel, and in the last video of my channel, there, who remembers, this moment, he fell, he fell, he fell, he fell. So, I decided, that we need to start with this. So, why I decided to paint today about black light. Because, you know, if you saw my last video on my YouTube channel, you can see that this part of light, when I explained about light, was loose. So, try to find it again. Okay. 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 I start with the drawing. So, I'll start with the drawing. So, I'll try to have everything seen. So, I'll start with a large format, maybe I'll get a little bit more in the camera. Так что, простите меня. Так. Я располагаю свет здесь. У меня будет больше тени, больше теневой части. Больше теневой части. Чуть-чуть мы все поменяем. Да, схлопнем. Обязательно мне нужен этот знак, как ни странно. Ну вот. Он мне дает освещение. Так. Чуть-чуть. Еще его. Так. 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 Здесь у меня будет свет. будет машина так сейчас пока я рисую я не вижу комментариев поэтому отвечу попозже свет давайте еще сдвинем так это надеюсь не влезаю у меня 2b крандаш не твердый и сразу убирая то есть он мягкий поэтому он стирается довольно быстро сразу говорю что никакой проблемы нету в том что карандаш остается на листе вот абсолютно я ее никогда не вижу поэтому остается и остается ни одно акварель я не видела без карандаша но этот вопрос почему-то очень актуален его все время задают вот поэтому ну так если вы посмотрите они просто в разных направлениях как легче всего если вы рисуете то есть здесь по перспективе бесполезно как-то это правильно простраивать потому что они все уходят в разную сторону вы можете просто снять этот наклон если не верите своим глазам нужно вот так вот взять и провести посмотреть как куда же наклоняется то же самое можно сделать и на пленэре есть такой момент который у нас здесь дерево на тротуаре какие-то еще деревья деревья может быть что-то еще мы здесь оставим тени но я наверное сделаю эти сделали два дерева на заднем плане такие раскидистые не хочу делать вот этот стол чего потому что очень сильно разобьет нам картина здесь машина очень простая едет боком с никакой сложности по и конструкции нет внимательно смотрим то есть она у нас не спереди а вот такой вот и конечно там какой-то задний план дальний большие объекты фонари с той стороны этому они темные мы можем о них уже позаботиться потом нам самое главное сейчас разобраться со светом я просто не могу не влезать к сожалению немножко потому что спасибо спасибо про английский да я просто не могу действительно сейчас не ну то есть на большой высоте здесь висит у меня камера я не могу так рисовать что рисую стоя ну то есть мне надо чуть-чуть наклониться поэтому я немного залезаю на сейчас вернусь и все будет хорошо я сосуду кого так давайте подрегулируем и здесь у нас перила у которых стоит наш велосипед давайте мы сделаем покрупнее поинтереснее картина будет на весь лист конечно а как же иначе даже наверно чуть-чуть повыше переместим еще хочется чтобы тени было больше у меня вытянутый по пропорции лист но прям еще хочется повыше повыше машинку чуть-чуть поменьше так здесь нам габариты поменьше немножко так 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 наш велосипед тут непонятно что там вот как видим так и рисуем что непонятные какие-то детали значит пусть они останутся такими у меня не чуть-чуть пересекаются это неплохо будет большая тень от всего как раз вместе поэтому ну и конечно же наши тень она вся у нас идет целиком конечно когда я прорисовываю здесь но более-неволе что-то пересекается но в целом она у нас большая целиком такая интересная и смотрим на тени внимательно здесь они во первых они еще и расширяются да то есть она идет она как-то да уходит и она расширяется не надо вот поставить прям в угол то есть в угол она не должна уходить она должна дойти либо до либо уже выше угла то есть здесь вот в угол не надо уходить но тень такая то есть я ее взяла наклонила чтобы у меня было вот даже точно вы в угол не ушли там будет мягкий так определяю где у меня точно какие-то световые участки моей тени что то здесь еще у меня просвечивает фрагменты могут быть здесь вот так немножко поменялась композиция сейчас никак не получается машина что посоветуйте как научиться по машинам а у меня есть на на youtube канале там был где я объясняла урок по моему по машинам я не помню он по моему там же где и люди и люди и но в целом это действительно как бы чтобы смотрите чтобы понять форму надо эту форму нарисовать сто раз как минимум чтобы ну вот мы просто знаем такие легкие формы каждый из вас из головы нарисует яблоко не знаю там яйцо в любом случае до без проблем но такие сложные формы как машины люди и все остальное они требуют просто больше практики действительно возьмите блокнот нарисуйте 100 машин и сразу она не получится но через какое-то время в любом случае вам будет уже легче эту форму анализировать как бы ловить ее понимать откуда она формируется каким образом так так как я здесь дорисал деревья вполне могут быть какие-то те вот такие вот раз фокусные тени мы с вами сделаем вся наша история про тени сейчас мне нужно намочить лист я его полностью замочу целиком в ванне не вернусь буквально через минуту и дальше начнем с вами уже работу так я вернулась к вам мне нужно чтобы лист у меня полностью приклеился после этого момента карандаш уже стирать нельзя а а и а и а м ар Сделать бумагу с другой стороны. Без никаких боблений, я думаю. Если я могу видеть сложную поверхность, я сделаю это вот так. и вот и фума и по так арш да арш вот все все же знать все отвечает за меня спасибо спасибо большое да я использую арш или виндзор ну в последнее время просто у меня много запаса арш и рисую на нем как бы вот привычка уже никуда не деться марина привет так а смочила я в ванну сходила и смочила меня там уже подготовленный был была набрана вода и я так вот смочила чтобы быстрее это быстрее чем смачивать флейцем потом просто я смотрю чтобы не было пузырей если есть пузырь я поднимаю смачиваю с этой стороны возвращаю и разглаживаю снова вот что самое главное освещение да здесь вот это место должно быть самым светлым вот видите если не самое светлое но здесь немножко затерлась то как бы эффект теряется поэтому вот самое светлое и самый важный момент до который это переход цвета то есть от совсем желтых оранжевых должен прям темных контрастных оттенков потом лучи какие-то небольшие вы можете всегда протереть уже за счет плоской синтетической кисти какой-то такой в процессе поэтому важно но это место важно предусмотреть нас сейчас с вами все равно будет таким же вот образом мы напишем весь свет и те зоны которые нам не нужно возвращаться что важно здесь смотрите вот если мы посмотрим внимательно на тень да то мы видим что она здесь теряет свой свою жесткость это действительно важный момент про который забывают очень часто в этом тоже есть ошибка вот прям вот пилит ее знаете такую прям темную одинаковую все но мы же понимаем что предмет отбрасывает тень если вот от этой точки например до этой точки маленькое расстояние то это вот место она же отбрасывается вот этим до участком и расстояние смотрите гораздо дольше больше если на такую гипотенузу проведем то мы понимаем что чем дальше объект находится тем более расфокусированная и мягкая у него тень сохраню обязательно будет на youtube канале теперь все там у меня все бесплатные эфиры и здесь тоже внимательно мы можем сделать в первую заливку когда мы делаем по воде все мягкое а потом когда уже мы прописываем детали мы можем вот этот жесткий контур в только в нужных нам местах состыковать с мягкой тенью которую мы заложим раньше вот тот момент который обязательно на который нужно обратить внимание получится вот этот естественный переход а нас это ты супер какой кайф тебя слушать спасибо большое вечером буду да все вот все все уже слышали знать спасибо вам спасибо огромное я правда очень соскучилась немножко волнуюсь потому что возвращаться так вот в эфиры и сегодня настраивала с утра тут как вот все чтобы все было хорошо все равно понимаю что без накладок не не получится но знаете вот этот тот живой момент самый поэтому я надеюсь что вы поймете про до светлые участки внимательно вот здесь да он такой прям самый белый но практически нигде здесь нету белого участка если мы сравним как понять если белый или нет сравните вот цвет этого участка с белым листом сбоку но это не всегда легко сделать но можно приложить просто вот к этому участку например белый лист он такой слегка розоватый уже не белый мы видим что и вот здесь не белая да он уже имеет какой-то цвет и очень легко определить до цвет объекта просто положив белый лист вот такой лайфхак понять что этот объект не белый то есть нам кажется что белая на самом деле не совсем а цвет одинаковый будет у теневой стороны столба и его тень теней нет сам столб он плотнее ну и цвет мы можем варьировать вот смотрите здесь в принципе цвета как бы цвета нету ну так скажем да она такое но может быть синяя потому что это закат не очень активное небо не белый асфальт то есть цвет тени был бы синим да например на белом снегу когда в полдень вот сейчас это закат все такое розовато-фиолетовое поэтому вы можете выбирать для цвета тени какие-то свои цвета и здесь мы с вами как раз сейчас болтаю жду чтобы у меня чуть-чуть подсохла бумага вот например для всяких таких теней вам подойдет краска с грануляцией это может быть дэнил смит такие более дорогие краски либо это может быть краска у ван для того чтобы выйти эти тени стали интереснее то есть когда вы когда вы работаете с большим количеством теней вам прям можно разыграться разыграться именно в акварельных эффектов предметов то тут не очень много а сделать работу эффектной за счет вот всяких там не знаю брызг до пятен вот вот этих вот грануляции которые у вас появляются на листе это одна краска сама вот она так делает и все все уже придумали за вас так тон важнее чем свет до машина сместилась все правильно специально для композиции то он всегда важнее чем свет цвет потому что смотрите нарисуем в черно-белом носу вот вот края красивая картинка красиво вот тоже да да цвета разные разные тон здесь темные светлые есть вот тон решает то есть первая форма по форме понятно что это когда мы неизвестно какая форма мы не понимаем что это а по тону мы можем и черно-белое нарисовать и будет эффектно эффектно еще белой фотографии цвет это ваше восприятие на одном предмете будет один вот этот же фотку и распечатала просто распечатала и она у меня здесь другая по цвету поэтому цвет это только ваше личное восприятие какая колористика вам нравится никогда не настаиваю и на мастер-классах нигде на своих цветах если вы владеете хорошо своими цветами а вот сейчас москве огромный фестиваль акварели ваши работы там есть нет к сожалению так как я и в отъезде я вот приехала буквально тут я буду два дня и я снова уеду и я не была на фестивале не смогла посетить его не успеваешь все столько мероприятий происходит не успеваешь что-то забываешь какие-то ну то есть параллельно у меня там какие-то одни выставки другие фестивали и все и это нормально то есть это нормальная такая творческая жизнь поэтому все хорошо когда вы не беспокоились дальше от попад Southgate не последние мелочия закручиваем мнение нужны type of colors, here and here. But you like this view not for color. Instead of this, you like it for tone, form and shapes. And shadow, light. Yes, it's more interesting than the color. Color you can choose like you want. Maybe more colder or more warmer, how you want it. Yes, this completely wet. Wet on wet now. I will wet still. Yes, it will be wet, I think, for a long time. Depends on temperature in the room, of course. And temperature, if you paint it outside, sun and wind change their quality of wet. Wet. Так, всем привет. ну что ж, начнем. Да, надо. Я буду сейчас подмачивать немножко, я оставлю какие-то вот световые участки. Заранее, прошу прощения, если я немножко буду влезать в кадр. хочется с вами как-то встретиться на какой-либо выставке, рассказывайте, когда будете участвовать, делитесь очень важными знаниями. я сейчас буду участвовать, я участвую в выставке постоянно, но я не присутствую часто там, к сожалению. Вот я сейчас поеду в Индию в начале декабря, там моя работа будет, и также будут работы на выставке в Москве, музыка акварели, по-моему, в Измайлово, я скажу вот поточнее сегодня вечером, но меня тоже там не будет по личным обстоятельствам. К сожалению, не всегда возможно на всех выставках присутствовать, на которых ваша работа экспонируется, поэтому в Москве я сейчас бываю крайне редко, поэтому если вот именно встретиться, то на мастер-классах больше шансов, вот, это правда. Очень сухо помещение, быстро сохнет бумага, мочить опять. Да, мочить можно столько, сколько нужно, столько, сколько нужно. Каким принтером пользуюсь? Я пользуюсь коперцентром рядом со своим домом, сори, вот, потому что к сожалению, у меня нету этой техники. Фотку покажу. Фото есть в сторис, можете ее сохранить. Вот, вот. Взаимосвязи времен года и суток с цветами света и тени. Это Татьяна. Так, Татьяна, этот момент, вот вы можете подписаться там на мой ютуб-канал кустово-анастасии. Еще раз покажу вам его. Там есть первое видео про тени и рефлексы. Я прям очень много говорю именно о цвете тени и взаимодействии. Он бесплатный, там бесплатное видео, много уроков. Вот, вы можете посмотреть, это именно вот момент такой. Да, я планирую сохранять эфир и вот он будет на ютубе. Уже. Потому что это удобно. Я как-то не уделяла много внимания своему каналу в том числе и сейчас я понимаю, что больше видео хочется делиться. Это очень классный формат. Поэтому там будет много интересного. Вот, если надо, вы можете увлажнять столько, сколько вам нужно раз. Я работаю тоже рядом с батареей. Батарея дает мне такое тепло приличное. Поэтому если я не буду увлажнять дополнительно, не буду смотреть за влажностью бумаги, то все пропадет. Будет все пропало. Очень очень важно именно в аквареле до внимания влажности вашей бумаги. Первоочередное. Так, ну что ж, давайте сделаем немножко голубой голубое небо. Я для голубого смешиваю горизонт блю и вы можете взять любой синий цвет, какой вам нравится. Горизонт блю и аметист Дэниел Смит такой мне условно такой голубо-серый мне нужен, потому что там не яркое, не цирулиум такой, не яркое небо. Немножко просто чтобы дать какой-то цвет. Не думала ли я на YouTube перейти? Вот если там у меня мало достаточно подписчиков, вы все здесь, и если вы мне пишете в эфир, что не все даже здесь увидели, что у меня есть эфир, то я боюсь, что на YouTube меня пока потеряют. Возможно, в будущем, когда уже все узнают об этой площадке, что я там есть, и я могу вести эфиры, то я буду вести их на YouTube канале. Это как бы логично. Но сейчас пока, так как у меня здесь все в основном мои зрители, то я тут нахожусь. Арш, у меня бумага Арш. Так, я, когда читаю, немножко раскачиваюсь. Алиса, спасибо большое, да, спасибо, я рада. Так, тоже очень. YouTube наше все. Так, вчера подписалась уже на YouTube. Да, подписывайтесь на YouTube канал, я буду очень рада, и больше будет я как раз вечером сегодня с вами в 6 часов поболтаем на эту тему, вот так, потому что сейчас иначе очень много, я поэтому и решила сделать два эфира, чтобы немножко разгрузить всю информацию. раз все равно такую большую работу пишем. Так, в городе все теплеет, ну и плюс закат, чтобы зеленого на небе не было, к охре я подмешиваю сиену жену. Burned sienna with yellow ochre, and after that you cannot see a green color here, so, because burned sienna consists of one pigment red pigments PR I don't know, different numerous but need to consist of only one pigment, red pigments spr. I don't know, on youtube можно зарегистрироваться довольно-таки быстро, вот, и да, там действительно, ну вот уже, уже накопилось, те кто со мной давно знают, что уже сколько моих видео там накопилось, поэтому можно смотреть, можно пересмотреть все старые будут новые, вот, чуть-чуть даю, здесь очень важно, я не хочу перетемнить небо, легкий-легкий тон на небе, I tried to save here more light, because if you put here a lot of color, a lot of paint, so you lose your light and shadow, the most light place here, yeah, so light, light color, light term смех, смех, я как раз начала ваше видео пересматривать, спасибо большое, oh, hello, friends, Sava, немножко больше, здесь важный важный момент в чем состоит, в том, что когда у вас бумага, смоченная с двух сторон, то тон уходит на два тона, она становится светлее, поэтому важно помнить об этом моменте, sorry, сейчас, what's better on spawn landscape at the outdoor location or by photograph of cross plein air outdoor location for me, no way, only outdoor location, так, я немножко влезу в кадр, мне нужно сделать вот этот вот свет на листьях, чтобы они еще светились, были довольно яркие здесь, поэтому по-сырому это делать гораздо лучше, темными еще можно будет проработать эту зону более темными деталями, такая вот основная влезу и хочу еще немножко зелени знаете, добавить, чтобы светилась такая вот была, потому потому что когда мы добавляем зеленого по-сырому, он гораздо эффектнее смотрится, подсвечивается, где-нибудь тут тоже вот дерево освещенная сторона, чтобы дать ему здесь света, оливковое у меня сейчас оливковое не все, а только где я хочу освещенные фрагменты оставить влезу, 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 влезу. Оливковое вы найдете on the back and front side it's give me more 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 time for work more time for work so I use it есть там тоже какие-то небольшие зеленые фрагменты засвеченные немного такого фиолетового приглушенного здесь забываю про машину она темнее поэтому yes I add only only moving here so only on onto to the light point light place for example here yes this side Yeah, maybe On these trees too So After The second layer I will put Dark tone here Знаете, так здорово снова Видите ваши эфиры, обожаю Спасибо большое Мне очень приятно Это правда Я соскучилась Здесь будет темное Я туда сильно ничего не подкладываю Смысл там стараться, если Там все равно будет темное Не тратьте свое время Так, вот здесь для света Немножко я размываю этот край Когда появится темное Засветится свет То есть сейчас не нужно об этом думать Поэтому Вначале я нашла вас на YouTube Буквально пару недель назад Пожалела, что эфира больше нет И тут вот он праздник Ой, спасибо большое Да, Надежда Я буду стараться Обещаю вам Так, я смешиваю сиену, жоную И аметист Дэниел Смит Если у вас к этому моменту Когда у вас здесь Вот вы начали работать Уже подсохла бумага То вы можете еще дополнительно увлажнить Потому что нам сейчас понадобится Да, нам понадобится здесь Проработать Если тут, ну, темное и темное Бог с ним То тут нам, конечно, надо будет Хорошо Хорошо проработать Так Немножко больше света Давайте сделаю такой переход Прямо теплый-теплый Солнечный Да Чтобы у нас свет был Yes Now I use only three colors Yellow ochre Burst sienna Аметист From Daniel Smith It looks like Violet Dioxazine violet For example These Three colors Also After that I will add Lunar blue Does it sound like Indigo Or grey paints And mix it With For shadow Я до знакомства Настей Ненавидела автомобили Не рисовала их Ой, а мы, по-моему, у нас был же, да Как раз мастер-класс По автомобилю Я сейчас уже не привожу их практически А хотите, кстати, в эфире автомобиль порисовать Ну вот У меня есть одно видео У меня есть одно видео Такое, знаете, на ютубе Где Ну Ну там Только фара автомобильная Вот А вот именно Порисовать Как вы На этот счет Да-да-да-да-да Класс Спасибо вам Вообще Иногда думаю Думаю Ну вот что Что порисовать И То есть много Я уже, в принципе Ну можно все Все что угодно Но хочется, чтобы нравилось Вот Поэтому Чтобы это было интересно Поэтому Давайте Я Запланирую Автомобиль Так Самое главное Что нужно помнить По воздушной перспективе И здесь Это заметно Что у нас От светлого к темному Идет тон Да Меняется Вот Поэтому Обязательно Об этом помним То есть А что такое тон Это не цвет Это количество воды И количество пигмента То есть Меньше воды Больше пигмента You should Remember All the time About So How it's In English Oh my god Sorry Area Area Perspective Area Perspective Because The place Near For us More darker Than Outside You can see And In water Color The quality The Graduation Of tone Depends Of Water And Paint On your brush So If I Take more Paint I Made More dark Tone До Доброго Дня Спасибо And I can choose Different colors Like I want Так И Перехожу Немножко Давайте Мы Сначала Все Зададим Потом Можно Будет Уже Туда Что-то Еще Я Сейчас Использую Это Большая Колонковая Кисть От Виндзор Ньютон Вот Прям Любовь Моя Вот Ну Ведет Кто-то Еще Недавно Спал Ну Да У нас Разные Часовые Пояса В этом Есть Видите Как ушло Все Наверху Ну Вот Там Уже Нету Такого Сейчас У нас Пять Минут Я Переподключусь Потом Я думаю Сохранилась Сохранилась Эта Тема Со Временем На Эфирах Вот Поэтому Поэтому У нас Два Часика Мы Точно Порисуем Хотя Самое Основное Это Объяснение Вот Это Начальный Этап Нам Нужно 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 Сделать Здесь У нас Больше Темного Сейчас Мы Будем Прописывать Всю Нашу Тень Красивую Чуть 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 Еще Уплотню Некоторых Местах Видите Я не стараюсь Чтобы у меня Не было Полосатости Ну и бог С ним Потому Что Вот Она Вот Здесь Смотрите Полоски Меньше Серьезности Больше Главное Что Переход Тона Был Вот И Все Как Я Все Успеваю Юля Не Знаю Мне Кажется Я Ничего Не Успеваю То Что Хочу Сделать Я Стараюсь Потому Что У меня В голове Мне кажется Какой-то Просто Ворох Целых Проектов Огромных Огромное Количество Проектов Которые Я хочу Воплотить И Не знаю Когда я Это буду Делать Все Вот Поэтому Приятный Колорит Спасибо Да Я поменяла Вот Я хочу Чтобы мы Все-таки С вами Помнили О том Что Вообще Все Можно Менять Давайте Здесь Сделаем Светлую Подсветку Должно Быть Очень Все Влажно You Need To Save It Wet If It Dry Now You Can Dry It At All By The Fan For Example Fan Yes And After That You Need To Wet It Again And Made The Same Motion А можно Как-то Палитру Эфира Очень важно Понимать Какой Консистент Краски Наносите Да Буду Сейчас Показывать Вот В следующем Этапе Очень Важно Сейчас Как раз Сохранюсь Здесь Какие-то Светлые Участки И сюда Уже Фиолетово Оно Будет Уходить Оно Еще Будет Все Светлеть Поэтому Следует Об этом Помнить Ну Вот Конечно Ж Мой Край Спасибо Что Находишь Время Я Я рада Это Для меня Тоже Удовольствие Огромное Так Сейчас Я Сохраняюсь И вернусь К вам И мы С вами Поговорим Если Рай Как Вы Уважаем Это Не Не Уважаем Время Своей Своей Можно Уважаем Арши И Для Арши Это Время Арши Папа Дает Эта Время Все Завершаю Возвращаюсь Ой Прошу Прощения Так